Все населенные пункты Ямала получили паспорта готовности к зиме. Об этом сообщает региональный департамент тарифной политики, энергетики и ЖКХ. В котельные округа завезли 69 тысяч тонн дизельного топлива и мазутом, 16 тысяч тонн угля и более тысячи кубометров дров. Летом отремонтировано 32 километра теплосетей, 30 километров водопроводных труб, 8 километров канализационных труб и 31 километр сетей электроснабжения. Пауза для реформы. Новые правила расчета за общедомовые ресурсы следует отложить на год. Такого мнения придерживается депутат Госдумы Сергей Пахомов, отвечающий за нововведения в коммунальной сфере. Изменения почувствуют те, кто платит ресурсы по нормативам, а не по счетчикам, и они будут болезненными. Для таких квартир будут предусмотрены повышающие коэффициенты от полутора до трех. Само по себе отсутствие счетчика государство будет воспринимать не как безалаберность хозяина жилья, а как попытку смухлевать и потратить слишком много воды или электричества. ГОСТ против аферистов. С 1 ноября в Россию вступают в силу новые правила проверки счетчиков горячей и холодной воды. Всех специалистов, работающих по новому стандарту, будут включать специальный реестр, в котором можно будет проверить организацию. Эксперты напоминают, что специалисты добросовестных компаний никогда не будут ходить по домам сами и обзванивать квартиры из-за сильной загруженности. Те, кто слоняется по домам без уведомлений, с высокой долей вероятности занимаются торговлей приборами учета по завышенным ценам. Процент понижается. Минстрой намерен расширить перечень коммунальных льготников и понизить предельный порог квартплаты для некоторых категорий россиян. Сегодня на Ямале право на субсидию дает доля расходов на услуги ЖКХ, превышающая 15%. В дальнейшем для многодетных семей и одиноких пенсионеров ее планируется понижать вплоть до 10%. Схема тестируется в ряде регионов.